Пришло время посмотреть на фанатское хоумбрю для Xbox Original, но здесь я отобрал прям шикарные фанатские порты и игры, которые не были выпущены для Xbox, их реально переносили с ПК-версии, либо с домашних игровых систем прошлого. Видео обещает быть интересным, хоть и проектов здесь будет немного, и особым разнообразием они, мягко говоря, не блещут. Но что есть, то есть, и будем просто надеяться, что какие-нибудь тайтлы PS2 также начнут выпускать для ящика. Если вы не желаете париться с покупкой игр и подписок для Xbox, то вам к Xbox Store, они сделают всю работу за вас. Вам нужно будет только связаться с магазином, сделать запрос на игру и ждать свой ключ. Вы самостоятельно его вписываете, и никаких не нужно давать паролей и доступа к аккаунту. Но вот если вам потребовалась валюта, либо активация подписки, то в таком случае придется предоставить данные от своего аккаунта, ибо по-другому здесь никак. Можете потом сменить пароль, ваши аккаунты никому не нужны и спать спокойно. Быстро, легко и главное надежно. Советую их не знать уже в который раз и еще столько же, если не больше буду говорить о этих ребятах. Самый лучший магазин в интернете, я сам частенько там покупаю разные игры. Начиная от громких новинок и заканчивая инди. Так что ассортимент у них большой. Оставлю ссылки в описании на магазин, группу ВК и Телеграм. Вы можете в любой из этой соцсети приобрести нужную вам игру. На самом деле, проектов годных здесь немного, и будет создаваться впечатление, что эти игры одинаковые. С какой-то стороны так и есть. Но если вы вдруг захотите увидеть продолжение, вторую часть, то там будет уже куда разнообразнее. Потому что фанатских портов их где-то штук 30 или 50 имеется, и давайте меньше слов и перейдем уже к игре Shadow Warrior. Чем мое внимание привлек данный тайтл, спросите вы, а я отвечу. Тем, что по стилистике он похож на игру, которая сегодня будет упомянута, это Duke Nukem. А я обожаю эту серию игр, и как бы аналог вполне себе достойный. И в плане оружия, экшена и динамики, Shadow Warrior мне даже показался ближе, чем моя любимейшая игра. Если нужен отличный аналог Дюка, так вот же он, посмотрите на него, какой красавчик. И графически замечательные геймплейно. Так что шикарная игра, которая не была выпущена для Xbox, но фанаты стянули ПК-версию, и все работает здесь хорошо. И на самом деле я бы хотел увидеть на ящике как можно больше фанатских игр. Потому что кажется, что эта тема именно для Xbox полностью окончена. И никто не будет сюда уже ничего выпускать, как условно фанаты это делают с Витой. Время ящика реально уже позади, он показал нам хорошие игры, эти порты вообще не свежие. Им нормально так лето, если бы вся эта тема развивалась, то если фанатам удается стянуть ПК-образ и переделать его для оригинала ящика, то просто представьте, что можно было и старого, и не очень на нем запустить. Да, это же самый настоящий клондайк, который, к сожалению, свое уже показал, и Xbox остается только в нашей памяти. Что немного грустно, потому что эти порты, которые сегодня будут озвучены, честно сказать, слабоваты. И раз я стал говорить про Дюка, то давайте на него и посмотрим. Я показал эту игру в видосе Xbox Original на максималках, и вы уже имеете представление, что это такое. Но для тех, кто пропустил, это опять же ПК-образ с читами и прочими моментами, которыми не каждый из вас станет пользоваться. Я думаю, что время читов, чумексов и прочего уже позади. И людям такое неинтересно, хотя если посмотреть на то, что происходит в онлайне, то ваши оппоненты любят юзать в ВХА в КС и подобных играх. Что как бы такое себе, если раньше контракт был оплатный, и есть риск того, что ты отправишься в бан, то сейчас она же фришная, и людям вообще без разницы на этот аккаунт. Играть стало куда сложнее, но что касается Дюка. Замечательнейшая игра, которая всегда вызывает у меня только положительные эмоции. Правда, я не знаю, станет ли хоть кто-то скачивать сегодняшние игры для Xbox, но Дюка я закинул, FPS и все моменты на высшем уровне. Никаких тебе лагов, вылетов и прочих неприятных моментов, так что пойдет. Говорить про Дюка много не стоит, потому что я частенько его упоминаю. Да и вы сами прекрасно знаете, что такое Дюк и почему его обожают. В свое время игра произвела на меня невероятное впечатление, которое спустя лет 20 что ли уже прошло или 15, она до сих пор может дать тебе то, чего нет в современных некоторых играх. Это экшен, настоящий и чистый геймплей без катсцены и прочего. Кто-то скажет, что катсцены это супер, кто-то нет, и что они созданы для того, чтобы растянуть кронометраж игры. И тут каждый останется при своем мнении, потому что каждому свое. Но вот настолько эпичных игр мне не хватает, и причем рисовка же настолько фантастическая, что мне до сих пор все это нравится, и я хочу именно вот это. Мне нужен такой графон. То есть аналогов Дюка немного, и один из годных уже был назван. Так что скачивать это все дело, если подобные игры вам нравятся. Но следующий тайтл также не отличается от прошлых, и это также старье, которое выходило на PS1, Saturn N64 и различные персональные устройства того времени, как винда, DOS и macOS. Hexen или Gexen, тут уж как кому нравится. Это своеобразный Doom либо Quay, который очень жесткий, и этим он отпугивает и в тот же момент притягивает, потому что если играть Doom сегодня, вот этот классический, то он уже не вызывает такого страха и чувства угрозы и опасности, который был в 90-х. А вот эта игра до сих пор способна вызвать у тебя тревогу, хоть и небольшую, но оппоненты реально выглядят как ублюдки. Мне было стремно играть в это, правда не прям, чтобы страшно, или что-то такое. Хорроры давно такого чувства не вызывают, но вот опасность от оппонентов чувствуешь. И от того, а насколько же эта игра была скандальной и жесткой, вот это прослеживается даже спустя время, когда ты булавой расшибаешь своих врагов. Но схватки с ними не очень-то и опасны, а просто их визуал стрёмный. А так они безобидны, за исключением боссов, которые просто моё почтение. И сложность чувствуется, когда перед тобой обычный враг и босс. Это мощный, как аналог Doom пойдёт даже сегодня для ознакомления. Но это не шедевр, это просто игра и не более того. Если вам нравится вот такое ретро, потому что лично я тащусь по дюку и аналоги также пробую, то если вы фанат старинного Doom, то попробуйте. Я не фанат, но игра мне понравилась, и я добью её, конечно. Хоть и раньше был знаком с Гексон, у меня есть диск на Сатурне, и я пока не решил, где буду проходить его. Но я сейчас дам вам немного отдохнуть от подобных жёстких игр прошлого, и переместимся также в прошлое. Только немного в другом жанре, это Worms 95-го года. Я бы не сказал, что за этой игрой можно провести много времени, вот примерно так я думал, до того, как запустить Червяков. Но когда я это сделал, то понял, что подобных игр сегодня ой как не хватает. И Worms это тот пример, когда классика спустя очень много лет всё равно остаётся хорошей. И несмотря на то, что в следующих частях там было много нового оружия, сам визуально проект стал выглядеть лучше. Даже в этой части ты можешь раствориться на большое время, и просто сидел часа три и рубился в Червяков как ненормальный. Сразу же столько воспоминаний нахлынуло, что это просто шок. Я помню, как у меня был Мегадрайв, что ли, а у кента в то время уже появился комп. Либо у меня уже была PS1, но так как ты не знаешь, что такое интернет и какие игры выходят, то естественно я не выкупал, что на плойке есть Worms и приходил к другу рубиться в Червяков на его компе. Это было так круто, и столько времени на это ушло. Сейчас такое уже представить нереально, чтобы кто-то кому-то ходил и во что-то играл. А тогда это было обыденностью. Многие так любезно принимали гостей. Время на самом деле, которое уже не вернуть, и которое было в моменте. Если меня смотрят молодые школьники, то напишите, такое вообще существует. Я думаю, что это загнулось где-то со времён PS3, либо я просто вырос, и нет уже необходимости ходить к кентам, чтобы поиграть во что-нибудь. И знаете, я понимаю, почему для Xbox перестали выпускать фанатские порты. А зачем их как бы делать, если Xbox полон эмуляторов, которые работают, конечно, не всегда хорошо. Но в этот же момент вы можете запустить совершенно любую игру на своём ящике. И условно существует эмулятор 3DO. Да, он фризит, он не идеальный, но если какие-то игры с 3DO вас заинтересовали, вы желаете что-то оттуда взять, при этом самой консоли у вас нет, то эмулятор это выход из этой нелёгкой ситуации. Совершенно любую игру скачивайте, и можете пройти. То же самое касается и других игровых систем. Так что потребность в портах пропала просто. Да и Xbox эмулирует консоли не слишком хорошо, так что заморачиваться никто вообще не желает. А те, кто работали над созданием эмуляторов для Xbox, давно забили на это дело и переключились либо на создание эмуляторов для более новых платформ, либо вообще перестали этим заниматься. Но вот на 3DO и не только вроде как выходила игра Flashback. Прикольная такая приключенческая игра, и она доступна в портах. Если в самом эмуляторе 3DO она работает не очень, то здесь уже куда лучше, и пройти можно вообще без труда. А так как игры, приключения, адвенчерс это всегда круто, то я могу ее порекомендовать не только в качестве портов для ящика, а вообще. Потому что для своего времени красочный визуал подкупал геймеров. Если вам что-то подобное нравится, то Xbox также можно достать с полки, если у вас нет PS1, на который вы могли бы во все это добро поиграть. Ну а так, по портам здесь интересного на самом деле мало. А то, что есть, оно все похоже на Дюка и Квейка. Поэтому говорить много здесь разве стоит? Ну раз Квейка я тут назвал, то давайте эту тему немного попинаем. На Xbox портировали второго Квейка, который работает замечательно. И в принципе все порты, которые вы найдете в сети, они все работают хорошо. У них нет проблем с FPS, это вам не эмулятор, где могут возникнуть некоторые трудности. Хотя если вы загорелись какой-то игрой, то думаю, что просадки FPS совершенно никак на вас не повлияют. Поэтому можно и с эмулятором все это дело попробовать. Но вот если хочется нормального, адекватного геймплея, то в таком случае придется скачивать порты. И Квейк это прям то, во что я играл, когда с диском Дюка стали возникать трудности. В то время я не знал и не понимал, что такое бережное обращение с дисками. Поэтому они очень часто у меня царапались, но из строя выходили редко. Так что я такой ретро-геймер интересный. Во многое играл, но прошел мало чего, потому что перепроходить мне очень нравилось. Ты уже знаешь, куда тебе нужно идти, что делать, чтобы не возникало каких-то проблем. А так Квейк отлично скачивается, и будет вам счастье и радость. Ну а это были фанатские порты Xbox Original, не знаю, насколько это видео было интересным. Но если вы узнали хоть что-то новое для себя, то подпишитесь на канал и все возможные соцсети, включая Telegram. Вторая часть может выйдет, а может и нет. До новых видео и встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok